Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме. Мы говорим об уборке города от снега. Ну и сейчас с нами на прямой связи эксперт в жилищно-коммунальной сфере, основатель бесплатных консультаций СОС Парвалднекс Екатерина Морозова. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Екатерина, вот такое сообщение передо мной лежит, что предприятия, предоставляющие Ригастаму Парвалднекс услуги по очистке снега, Феррус, считают, что они справляются со своими обязанностями. А вы как считаете, как в городе со снегом и его уборкой обстоят дела? Ну, как в городе с уборкой снега обстоят дела, наверное, все видят, и жители микрорайонов, и жители центра. И, на мой взгляд, она, конечно, не совсем качественная и не доведена до идеала. Ну, ваш опыт работы в коммунальной сфере что подсказывает? Вот это предложение Пил Стоцилокем переложить ответственность за уборку тротуаров на плечи муниципалитета, оно сыграет на пользу делу? Ну, мне это видится... Вообще, конечно, нужно отметить, что любая инициатива, она позитивна. И что касается приведения, скажем так, города и улиц города в порядок, это только приветствуется. Но тут у меня, допустим, больше вопросов к этой инициативе, инициативе, потому что непонятно, почему, допустим, все режания, налогоплательщики должны оплачивать уборку улиц, которые принадлежат, которые, скажем так, в юрисдикции частного лица. И мне это видится странным, и непонятно, почему только тогда зимой нужно убирать, а листья, а мусор в другие времена года. И, конечно, эту инициативу можно рассматривать, на мой взгляд. И тут составители инициативы приводят в пример таких города, как Мадона, Амаса, Алацерезекна. Я, честно говоря, не знакома с опытом уборки улиц этих городов. Но этот, скажем так, вопрос можно рассматривать. Но кто будет оплачивать? И почему мы, жильцы, допустим, района Плявники или любого другого, должны оплачивать уборку улицы в центре? И речь идет только о центре или о микрорайонах. Поэтому у меня, на самом деле, вопросов больше, чем ответов на данный момент. И то, что мы видим, происходит на улицах Риги, как на прохожих частях, так и на проезжих. Их качество той уборки, если мы вдруг еще... Если, на самом деле, Рижская дума и самоуправление возьмет на свои плечи обязанности по уборке этих территорий, то будет ли дано людям качество? Ну вот, опять же, в начале этого года Рижское самоуправление недосчиталось нескольких десятков миллионов из-за перераспределения налогов. Авторы инициативы не смогли ответить на вопрос, примерно в какую сумму обойдется воплощение их затеи в жизнь. Вы могли бы оценить хотя бы приблизительно, ну, обозначить некую вилку от и до? Цена вопроса. Цена вопроса. Цена вопроса... Вы послушайте, тяжелый вопрос, потому что Рига, скажем так, город немаленький. Опять-таки, исходя из этой инициативы, я не понимаю, о всей Риге идет речь, либо только о центре. О всей? О всей Риге. Ну, послушайте, это очень большая сумма денег, потому что мы все знаем, что территория у нас поделена, вся Рига, нет ни одного кусочка, который бы не принадлежал либо самоуправлению, либо частному лицу. Тут уже опускаю вопрос, кто обслуживает эту территорию. Поэтому мне, честно говоря, так достаточно сложно сказать, о какой сумме могла бы речь, но я думаю, что там миллионы. Ну, тем более, что, как я понял, как мы поняли, в общем-то, только что это прозвучало, речь идет о том, что тротуары с внешней стороны, то есть с дорог, с лицевой стороны, убирать вот именно по этой новой системе муниципалитет, а внутри дворов, то есть те же самые спальные районы, плявники, упомянутые вами, это останется по-прежнему. А почему? Почему тогда жители плявников должны оплачивать уборку территории частного лица в центре? Ну, допустим, житель плявников не выезжает в центре. Вот он работает и ходит в магазины плявники. То есть, ну, тут на самом деле есть очень много юридических таких вопросов, которые нужно понимать. Мне это видится действительно в инициативе, говорится про, скажем так, запрошенные дома, которые уже разваливаются, граусты. Может быть, да, действительно, самоуправление могло бы обеспечить чистку прилегающей территории около этих домов, но потом обязательно предоставить этот чек по уборке все-таки владельцу этого дома. Потому что, ну, действительно, послушайте, мы... Самоуправление не может отремонтировать и заасфальтировать новую дорогу, а, скажем так, ЕГУ дает средства в ремонт этих дорог, а почистить снег и потратить деньги налогоплательщиков может. Поэтому тут, ну, так. Да, Екатерина, скажите, а нет ли такого вот ощущения, что, может быть, мы изобретаем велосипед, и вот как решается проблема в других странах, в других крупных городах? Ведь наверняка там, ну, тоже есть подобные проблемы, и, может быть, их опыт стоит использовать? Вы знаете, нету такой четкой модели. Опять-таки, модель применима, допустим, за границей, не всегда применима к Риге. За границей очень часто используют такое значение, как коммуны. И каждая коммуна, она отвечает, ну, это как муниципалитеты такие небольшие, но, допустим, в одном городе может быть много коммун. И они, конечно же, отвечают за свои территории. И вообще, допустим, далеко не надо ходить в той же, в Литве или в Эстонии, там вообще, в принципе, не существует в таком масштабе муниципалитетных, муниципальных предприятий, которые обслуживают жилой фонд. То есть у нас это как-то еще мы отстаем на 10 лет этих вперед и на самом деле пытаемся изобрести велосипед, хотя вот стоит до соседней Эстонии доехать, посмотреть, как там, а там все происходит так, как надо. Да, спасибо большое. Спасибо большое. Мы только что беседовали с Екатериной Морозовой, экспертом в жилищно-коммунальной сфере и основателем бесплатных консультаций СУС Парвалдниякс. Спасибо.